Ну все, я готов, накупался, назагорался, полная тишина. Единственное, здесь ребята проходили, местные рыбаки. Вот они здесь лазают. И еще покажу кое-что. Показать то, что я хотел, не получилось. У меня снова села батарейка, потому что я лазил в телефоне на острове. Очень жалко, потому что вы пропустили очень много, я вам так скажу. Ну ладно, я пока шел по мосту от острова к материку, так скажем. Познакомился с рыбаками, с местными, разговорились, и один мне дал денег. Вот давно мне никто деньги, кстати, не давал. И я отказывался несколько раз, потому что что-то... У меня прям такое настроение, охота продвяжничать. Я не брал, но он все-таки дал, я даже не посмотрел. И вот только что я глянул, он дал 50... 50 ринггит, это где-то 700 рублей. Следом останавливается чувак и привез меня в город, где-то километров 10, я не знаю. И полтинник я уберу, я хочу купить пои. А у меня есть в кармане один ринггит. И за ринггит вот что-то можно купить. Сейчас попробуем. Здравствуйте. Один ринггит? О, нет. А, нет. Нет, нет, спасибо. У меня, оказывается, нет ринггит. Черт побери. Я хочу кушать. И мужики смотрят на меня. Ха-ха. в общем нет у меня денег мне чувак просто так дал покушать у меня здесь чуваки позвали типа идем слушать и голову кого ю файна кейс в общем наверное это моя будущая жена надавала мне покушать здесь манго печеньки да манга кстати очень дорогой и окей и в рюкзак я убрал там еще плюшки всякие и май фрэнд мьянма пакистан иран мангландеш я я чай не камбоджа freedom я только они надо мной шутить начали то что один там из одной страны другой с другой стороны а в итоге все они короче отсюда прощаюсь я со своими друзьями и выдвигаюсь дальше в джоштаун мой телефон садится поэтому я уберу его сейчас зарядку в рюкзак накормили меня конечно мандаринками полный рюкзак еды у меня вот самая главная женщина которая меня сегодня кормила я добрался до города бедан если правильно его называю и шел просто по дороге увидел чувак сидит и вот в этой луже оказывается есть рыба и он рыбачит йо-моё вау хе-хе фиш изгод представляете такую тему добрался я наконец-таки до джоштауна меня чувачок подобрал и хотя ему было не по пути завез прямо сюда на остров хотя проезд даже платный для автомобиля стоимость 7 ренгит если на лодке плыть то вроде полтора он не сказал я точно не знаю и сейчас начинается небольшой дождь молния сильная в небе нужно найти место какое-нибудь хочется конечно какой-нибудь ресторанчик забуриться с интернетом тогда будет все супер и можно будет зарядить батарейку можно зарядить power bank свой я посмотрел по карте ближайший пляж отсюда 10 километров поэтому двигаюсь в ту сторону и по пути буду спрашивать кого-нибудь могу ли остановиться если все получится то будет круто если нет ну ладно найдут другое и завтра снова будет пляж плохо видно знаю севшая батарейка не могу включить вспышку зашел я в одно место сейчас и чувак я не знаю что там находилась чувак послал меня говорит неподалеку католическая церковь это мой первый раз я спросил вот она церковь это и человек даже молится я спросил и мне сказали то что нет я попросил хотя бы крышу какую-нибудь потому что может начаться дождь но он и так моросит но мне сказали нет вот так что знаете я ночевал в буддийском храме и я ночевал храме сикхов сики я точно не знаю даже это слово католики отпадают будем искать дальше нуждаю городу чуть больше двух часов мне сказали то что где-то здесь неподалеку есть сикский храм и я направляюсь туда но чё-то вообще безуспешно я нашел один индийский храм но это другая религия и они вообще на ночь скрывается я не знаю есть ли там кто-то ночью спрашиваю всех мне что-то то направо то налево не знаю попытаюсь найти попробуем нашел я этот храм но он закрыт и это конечно же капец потому что время 11 часов я хочу спать я устал но я не ною все нормально катаемся по джоштауну точнее познакомился с ребятами из автосервиса и нашел фостел дешевый за 19 рингит он меня сейчас везет туда потому что не очень близко время 12 часов и вот так вот каско сидит на моей кепке короче заселился в комнату только на букинге нарисована вообще другая комната я не знаю приложить фотку нет то что там душ свой короче я один буду в комнату в принципе один комнате я сейчас поговорил с администратором я хотел вот в эту комнату я случайно вообще в нее забрел заглянул вот здесь за 10 рингит но он сказал если я буду жить здесь несколько дней то завтра он переговорит с боссом и тогда возможно у меня заселиться туда но сейчас босс спит и не получится поэтому ладно я в душе очень хочу души пока доброй ночи я просто так счастлив сейчас привет ребятишки офигеть конечно сколько много вы всего пропустили мой телефон сломался точнее сломалась его система вот после того как я переночевал в хостеле есть видео сохранилось на телефоне я сделал вечером фильм и поставил чтобы он сохранялся поставил его на рендер но на моем телефоне осталось немного памяти и короче утром он весанул у меня нет карт у меня ничего нет я хотел остаться в джоштауне еще на денек сходить на пляж покупаться позагорать ну и вообще пофотографировать потому что я днем увидел город на самом деле очень красивый у меня ничего не получилось и до этого я списался с жене и он сейчас находится в малаке договорились то что я приеду в малаку ну я подумал то что как раз таки мы там сможем заработать денег и я сделаю себе телефон где нибудь как-нибудь каким-нибудь способом я выбрался из джоштауна кстати оказалось очень хорошо въезд на сам остров на автомобиле 7 рингит как я уже говорил на пароме я точно не знаю но как мне сказал водитель который меня туда привез то что стоимость это полтора рингита где-то но оказалось пенанга ты ему ну пенанг это сам остров ты оттуда можешь выбраться бесплатно хоть на пароме хоть ну любым способом в общем единственное то что по мосту ты не можешь ходить пешком или на велосипеде вот выбрался короче и меня подобрал водитель на фуре мы с ним пообщались и он сказал то что он едет домой это было получается вчера вчера была пятница в понедельник он едет в город который находится на границе с сингапуром и оттуда недалеко до малахи я уже смогу добраться он пригласил меня к себе в гости он индус и индиец у него две жены кстати вот один дом находится здесь и один дом находится здесь вот в разных домах живут разные жены вот его дочка одна из дочек у него шесть детей мой телефон пустой ни одного приложения вообще ничего нет поэтому нужно найти вай-фай все заново скачать и буду делать фильм у меня был готов уже один фильм я его собирался выложить но не получилось я нахожусь деревне небольшая деревушка блин здесь очень круто мне все нравится позже покажу все более подробно я счастлив то что я наконец-то могу снимать потому что мне вообще не было спокойно из-за отсутствия телефона из-за отсутствия карт карты для меня самое главное как-то так все складывается и так сегодня мой последний день в гостях сири и мы сейчас находимся в доме у одной из жен его сейчас будем кушать вот такой вот у нас обед мой друг и кстати он любит очень рыбок здесь у него вот такой вот аквариум немного рыбок а в другом доме я покажу чуть позже моя порция я наложил себе и как кушают в малайзии в индии я налил щас карри картошка даже картошка очень дорогая 4 картошки стоит блин не помню не скажу салат наложил вот теперь я это все перемешиваю и кушают пяти пальцами вот так я беру так я беру это и теперь большим пальцем я задвигаю так скажем себе в рот это очень вкусно дети любят кушать руками и постоянно их родители ругают за это здесь с этим проблем нет вот я нахожусь на улице в этой деревне блин мне просто сложно говорить то что это деревня потому что вообще не похожи первый раз я снимал там как бы задний двор там никто не ходит не ездит может быть стоят мусорные баки и я здесь уже три дня и третий день дождь идет играют дети я сказал сегодня своему другу то что в моем поселке моя улица без асфальта он был удивлен тихо спокойно поют птички вот так вот здесь живут и индусы и китайцы и и малазийцы в общем все здесь а вот приехали кстати приехала вторая семья моего друга машины стоят я щас был у другой жены здесь живет вторая или первая жена не знаю и вот так выглядит другой дом вот здесь рыбки у него его любимую здесь живут хищные рыбы он их кормит мелкими рыбками и есть еще вот этот вот аквариум здесь всякие разные рыбы аквариумы большие у него одна тачка mercedes другая не знаю в общем у всех членов семьи практически есть автомобиль фонтаны дома еще один фонтан алтарь это артист индийский в общем ахон ему поклоняется здесь домашний храм вечерами они здесь зажигают всякие благовония и поклоняются и такая кухня просторная дальше туалет здесь идут комнаты 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 и моя комната вообще сложно туда забраться мы здесь живем вдвоем спим на этой кровати мой спальник мой рюкзак окошко ну в общем как то так мы готовы время вечер сейчас будем выезжать в сторону малахи на ангрии сейчас я телефон ну все в путь попрощался я снимать не мог потому что обнимался и сейчас мы едем на тачке до фуры и в общем и в путь короче в ночь поедем кидаю этот городок поселок деревня сменили автомобиль на грузовой и отправляемся в новое путешествие продолжаем пусть чуть-чуть поспали только я вообще не выспался сидел все время проезжаем красивые пейзажи не знаю горы в облаках в тумане очень красиво вот и доехали мы до поворота на Малаку мой друг едет дальше ух прям аж не хочется расставаться такой хороший человек окей спасибо Андрей спасибо спасибо до свидания до свидания до свидания блин я на самом деле уже скучаю очень хороший человек вообще ладно мне осталось здесь около 20 км не знаю сколько я буду добираться время 12 часов хотелось бы еще поспать потому что сегодня ночью практически не спал сидел ноги болели затекали постоянно встречаем меня Малака я снова вхожу в тебя есть меня подобрала тетенька и привезла прям в то место которое мне нужно мне остается пройтись может быть минут 5-10 и я буду на месте в том хостеле в котором я уже жил и где сейчас живет Женя и и я на месте жил и 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 Субтитры делал DimaTorzok